В целом, тяжело не соглашаться с объективной оценкой того, что действительно и в сфере КМД, и в частности в ТОР КМД, и в целом в государственной сфере есть вопросы, которые требуют решения. И если посмотреть на мероприятия цифровой экономики, то для того, чтобы эти вопросы имели решение, делаются определенные шаги. Создать единую систему всего, наверное, у нас не получится, и есть много из-за и против, почему это стоит и не стоит делать, и, наверное, все-таки против больше. Но для того, чтобы обеспечить переиспользование данных, для того, чтобы упростить взаимодействие систем как созданных, так и создаваемых, и в том числе укрепняемых, создаваемых платформ цифровых, в цифровой экономике предусмотрено создание национальной системы управления данными, собственно, описание архитектуры данных, описание того, где данные, в каком формате хранятся, для того, чтобы в дальнейшем можно было обеспечить взаимодействие именно не делать каждый раз взаимодействие точка-точка, либо точка-центр, но с выделением своего взаимодействия как особенного, а обеспечить взаимодействие на основе описания моделей данных. Потому что если система знает, где и как эти данные лежат, то, соответственно, и в автоматизированном способе можно будет эти данные получить. Это первое. Второе, относительно того, что в регионе планируется. Хотелось бы дополнительно отметить, что мы, как Минковсвязь, мы даем инструменты с какими-то общими возможностями. И понятно, что часть эмоциональности инструментов мы берем, слыша вопросы региона, слыша требования региона и так далее. То, как из этих инструментов, как их использовать и наполнить их данными, это как раз-таки должна быть активность региона. В частности, про промышленный интернет вещей, то есть мы создаем платформу. Я слышу, вы говорите, что там тоже планируется создание региональной платформы, и это стоит денег. Вот не тратите деньги на региональную платформу, используйте федеральный инструмент, который мы вам дадим. Понятно, что закупка датчиков, каналы, наверное, какие-то промежуточные точки хранения, они у вас все равно будут. Но отказываться от федерального инструмента, наверное, тоже сразу не стоит. И аналогично про взаимодействие с гражданами. Мы позиционируем, что основа взаимодействия для того, чтобы это действовало для всех на территории Российской Федерации, это единый портал госуслуг. На нем уже есть личный кабинет юридического лица, в нем как раз в этом году появится возможность поднадзорного субъекта взаимодействия с контролем надзорным органом. Вопрос в том, что мы тоже не можем сделать все или всего сразу. Мы с регионами делаем пилотный проект, выбираем конкретную сферу, и для какого-то конечного, понятного процесса мы делаем возможным это взаимодействие. Просто потом либо распространяем этот процесс на остальных, либо делаем новые пилоты. Поэтому, если у вас есть идеи, приходите к нам. Мы готовы, мы открыты. Следующее выступление – это Юшков Евгений Валерьевич, руководитель департамента информизации и связи Краснодарского края, с темой «Цифровая трансформация контроля надзорной деятельности в Краснодарском крае». Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас с 2017 года ведется работа по автоматизации контролем надзорной деятельности. Решение нового субъекта принято работать в ТОНК-МВ. Достаточно долгий орган работы на этой системе. На сегодняшний день уже порядка 11 тысячных кабинетов в системе ТОНК-МВ заведено. 13 контролем надзорных органов работают на этой системе. Сейчас там 19 видов контроля и 10, которые приоритетные. Мы прошли, собственно говоря, достаточно стандартным путем. Анализировали все законосовые системы, которые у нас есть в контролем надзорных органах. Выяснили, что достаточно выясниваемые автоматизации данных систем. Он, собственно говоря, не позволит, как вы говорили, сказали. Разрабатывать свой контролем надзорную систему автоматизации КМД – это просто бессмысленная затея. И, как говорится, для этого решения. Пошли по принципу того, что решили, что вот это вот решение ТОНК-МВ, которое есть у нас есть, было проще каким-то образом наработать. И более решение сделано таким образом, что он позволяет подрабатывать, дискомфицировать и уже решать какие-то практические задачи на уровне студии. Собственно говоря, нами на сегодняшний день уже проработано решение по разработке этого независимого плагина. Это решение, собственно, интегрируется на сегодняшний день в достаточно глубоко проработанную интеграцию системы децидирования, выдачи лицензий на экономику, выдачного введения различного бизнеса. Наше собственное решение и сейчас, в том числе этого плагина, мы как раз таки интегрируем ТОНК-МВ в силу документации, выдачи лицензий, ну, собственно говоря, процесс орган власти полностью дающий лицензию, и это же орган власти защитная контроль. Две системы, зачем? То есть мы сделаем сейчас плагин, который позволит в этой системе, наполняем полностью ее документально, и оттуда получать расчеты и вести всю эту работу в одном месте. У нас нет большого количества информационных систем, все дело в одном месте. Из работы МДО, из проблемных вопросов, которые все-таки хотят обращать у нас, это, наверное, отсутствие доступа от внутренних бизнес-процессов в личных кабинетах. Здесь мы хотели бы, хотя бы, не знаю, чтобы обратиться, чтобы мы постарались на каким-то образом зависеть и предоставить доступ, и на то, чтобы мы могли более эффективно редактировать процессы, и достаточно устаревшие документации, которые сейчас у нас есть. Здесь сильно бы нам это помогут. Ну, собственно говоря, накладывали достаточно короткие, практичные. Как вы уже сказали, то есть мы пошли в те интеграции в свои системы, в системы, которые сейчас у нас есть. Спасибо, Евгений Равельевич. По поводу проблем, отсутствия доступа к конструкции бизнес-процессов, давайте, наверное, мы в частном порядке решим. Для нас это предоставление, скажем, доступа такого. Для нас это тоже новый процесс, и, видимо, у нас в этом процессе не все работает. У нас хочет эксперт из нашего подвесного организации. Давайте дадим слово. На текущий момент в службу технической поддержки поступила единственная заявка от одного региона на предоставление доступа к конструктору бизнес-процессов. Буквально вчера вечером она была удовлетворена. Вот, соответственно, можете использовать и воскресенье. У нас, как и везде в России, все случается, но очень верят события. Так что я надеюсь, с остальными у нас пройдет еще более гладко, как бы еще более быстро и заранее. Хорошо, следующий доклад. Козлов Александр Сергеевич, исполняющий обязанности Министр информационных технологий и связи в Челябинской области. С темой создания интегрированной и автоматизированной системы мониторинга и контроля качества атмосферного круга. Спасибо, здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня вот такой системный доклад, а тоже посвящен коммерческому проекту. Сразу хотел бы сказать, что, в принципе, нам близки те проблемы, которые обозначила Ирина в своем докладе. И, в общем-то, нам нравится подход интегрированной единой федеральной системы ТОРК-МД. Мы тоже активно ее используем. Несколько неприоритетных видов контроля и надзора мы делаем на своей системе. Но, в общем-то, мы видим перспективу развития нашего дальнейшего развития на федеральной системе ТОРК-МД. Хорошая, грамотная идея. И нравится подход Минцифры, который, в общем-то, с объектов не берет деньги пока за использованные эти системы. Нам кажется, что это тоже принципиально грамотное решение, пока выгодно отличающее эту систему от, например, того же единого портала Госуслуг. И сначала была одна история, потом другая. Вот хотелось бы сказать, чтобы ни в коем случае мы не сварились в какой-то мультирегиональный СТОРК-МД, неожиданно причем для нас. Но вроде пока ничем не подтверждается. И, грубо говоря, благодарим, что для нас какой инструмент состоится. И нас слышат при создании этого инструмента. Что касается нашего проекта, ну, наверное, вы знаете, немножко про Челябинск слышали, у нас и метеорит прилетал. И вообще-то, значит, много чего интересного происходит постоянно. Ну, вот еще мы там как-то... Звучил, что у нас есть проблемы. Ну, то есть мы такой действительно хороший металлургический город. Это наше прошлое. Это мы, в общем-то, получили заводы во время Великой Отечественной войны. Они размещались, и там никто не думал о том, как это правильно сделать, как расселить людей. Там, если в два дня продукция на фронт не начинала уходить, то, в общем-то, меняли людей на других людей. Это было жестче, чем сейчас меняют людей. Вот поэтому город построился так, как построился. Это огромный промышленный центр, миллион двести тысяч человек. И действительно, у нас несколько металлургических гигантов работают прямо в городе Челябинске. Кроме того, есть еще один город у нас. Это город Магнитогор, свежие в 500 тысяч, почти 500 тысяч человек. И там тоже крупнейшее предприятие, Магнитолургский металлургический комбинат. Причем, я могу сказать, предприятиями, которыми может гордиться наша страна. Там действительно сумасшедшие просто технологии. У нас есть цеха белой металлургии, ПЗ, где делают трубы полтора метра в диаметре. Они есть не только у нас, это еще и Северстаг. Но, тем не менее, в этой промышленности, в этой индустрии нужно и можно гордиться. Но есть побочные, значит, влияние, это вот, она влияет, конечно, на качество атмосферного воздуха. И это вызывает справедливые нарекания людей и просьба как бы улучшить это качество. Значит, эта задача поставлена президентом в рамках финанс-проекта экологии. Ну, и вот интересная задача, она вот так не в прямую, да, вроде контроля взорной деятельности. Но вот, предположим, где там в городе люди чувствуют, что качество воздуха плохое, и приборы это подтверждают. И, в общем-то, возникает вопрос, какое предприятие в данном времени что-то нарушило, и нарушило ли оно. И, в общем-то, кто виноват в том, что плохое качество атмосферного воздуха. Вот эту задачу поставили, в том числе, перед айтишниками, значит, помогите разобраться, помогите что-то сделать с этим процессом. Десятилетия никак мы его победить не можем, значит, мы не понимаем, кто вот виноват и что делать. Ну, начали разбираться, действительно, значит, каждое ведомство, к сожалению, действительно работает в своей системе. Росприроднодзор, который следит за крупными промышленными предприятиями, своя система, Министерство экологии, своя система, Росгидравед, который единственный имеет право там сам собирать данные, значит, по качеству воздуха или сертифицировать организации, которые это делают, ведет свою базу данных. И, в общем-то, конечно, одна из вещей, которую мы понимаем, что надо сделать, надо просто собрать бигдату, значит, в которую положить данные постоянных измерений, значит, о том, что у нас в воздухе. Тут даже положить те факторы, которые, ну, какие-то признаки, которые, значит, влияют на это дело, и попробовать дальше прогнозировать, решая прямую задачу, там прогнозировали, что будет, и обратную задачу, откуда что произошло, если это случилось. Значит, здесь, конечно, нужны данные метеорологии, нужны данные инструментального контроля на промышленных предприятиях. И, в общем-то, так, значит, заработал это. И, значит, то, что, ну, здесь показано, как на сегодняшний день, откуда эти данные могут поступать. Это передвижные лаборатории, это сигнальная сеть датчиков, которые сейчас уже стоят в Росгидраведе, стациональные посты, ну, и вот федеральный закон, который долго-долго запускается, который обязывает предприятие устанавливать датчики на трубах, по сути, там, хотя в Семенгасе в 2 раза сложнее, чем труба, значит, например, коксовая батарея, там никакого трубы нет, а она очень много чего выбрасывает воздух, значит, для того, чтобы, в общем-то, мы получали эти данные. Хотя надо понимать, что в городах, конечно, источник загрязнения, это не только промышленные предприятия, я об этом говорю, а на самом деле это и автотранспорт, и, может быть, какие-то городские свалки, и когда-то там очень много факторов влияния на атмосферный воздух, которые нужно учитывать. Значит, вот общая идея, это создать систему мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха, и мы эту задачу решаем вместе с Министерством цифрового развития, значит, готовим соответствующее соглашение, понятно, что, кстати, вот, немножко не та презентация, но переслали. Значит, вот все эти датчики, это, конечно, интернет вещей, на сегодняшний день это уже все передается через GSM-каналы, значит, и приземляется на некую общую базу данных. Мы не понимаем до конца, только НД, все-таки, понимаете, там огромная математика, то есть, вот, чтобы дальше, ну, ты собрал все эти данные, чтобы вот посчитать, как и что там произошло, нужны математические модели, причем, сертифицированные математические модели. Для этого мы работаем с рядом ведущих, там, университетов Российской Федерации, которые нам сейчас предлагают эти модели, и они на суперкомпьютерах будут рассчитывать, значит, вот эти прямые обратные математические задачи. В чем инновация? То, что мы предлагаем, то, что вот экологи, на самом деле полтора года мы бьемся с экологами, чтобы они приняли вот нашу вот ту идею, они привыкли как? У них есть пластеровский гидрометр сертифицированный, который установлен, там, ну, с каких-то точек, там, исторически определенных. Значит, они оснащают мобильные лаборатории, которые, значит, тоже могут, они эти стороны мерят. Ну, чтобы было понимание, вот один пост русский гидрометр стоит минимум 10-15 миллионов рублей. Вот этот вот мобильный комплекс, который ездит, ну, еще плюс, это, считайте, база КамАЗа, там, значит, плюс он добавляется. То есть, это очень дешевая ситуация, но поскольку у нас вопрос перегретый, то это где-то у нас вот в ближайшее время будет 20 таких постов мониторинга, стациональных или передвижных. Мы предложили, как бы, экологом посмотреть идею такую, взять на эти более дешевые вот эти вот станции, мониторинг, потому что они не мониторят там 20 видов разных веществ, а пусть это будет 5-6, которые там можно сделать за небольшие деньги и накрыть, ну, не знаю, или растровой сетью, или там они вообще, как говорят, надо определенные точки вокруг предприятий. Значит, ну, для меня главное, чтобы это была вот такая сеть, да, значит, относительно недорогих вот этих станций. И дальше, ну, есть базовая идея, вот она должна все время онлайн передавать эти данные, формируется бигдата, а второе, она же в динамике работает, то есть, если где-то что-то вспыхивает, да, они вот начинают, ну, как бы, эта сеть, она начинает работать как сеть, сначала тут загорелась, потом следующий. В общем, это, как бы, но, тоже динамика важна для того, чтобы определить вот этот источник. Там все гораздо сложнее, потому что один игрок с поверхностью, другой по низу, там, и так далее, вот эта вот огромная математика, с которой, кстати, должны согласиться все, значит, и экологи, и промышленные предприятия, и так далее, вот это сейчас, но мы не можем называть эту сеть сетью мониторинга, потому что это другой термин, федеральная законодательность, мы говорим, хорошо, пусть это будет взять контроль. Значит, ну, вроде как договорились, и сейчас вот эта сеть, в принципе, проектируется, но мы пока попали в другую историю, а вот сейчас, говорят, не работающий проект, а вот пока в стране, мы движемся, и мы еще не нашли до конца. Вот эти станции, значит, ну, то есть, еще раз, дистактив технологии, она должна не стоить 10 миллионов, иначе все разваливаться, она должна стоить 200, 300, 400 тысяч рублей максимум, иначе такая грандиозная сеть не получится. Значит, начали смотреть, что есть на рынке, стартапов много, то сколько у нас приезжает, то что-то еще, начинают смотреть документацию, минус 20 градусов, ну, как бы, и выше там, да, но не подходит, то есть, или надо, как бы, говорить, что часть времени, данные нелегитимны, что нам надо от минус 40, значит, те, которые вроде от минус 40, не сертифицированы, то есть, оказывается, наш рынок не готов сейчас еще пока, разработчиков много, но до конца никто не добежал. Значит, ну, вот есть требования, которые мы, значит, заложили, при этом надо еще смотреть, что эти вот станции постоянно перепроверяются, и перепроверка это, ну, тут у всех водощёнчиков дома стоят, да, там, как вы знаете, перепроверка водощёнчика лучше новых купить, как бы, и тут выкинуть. Тут то же самое примерно, то есть, поэтому, с этой точки зрения, конечно, все это не дешевое удовольствие, так вот, понимаешь, и правильно сказал Сергей Валерьевич, что есть на что деньги тратить, кроме софта, значит, ну, тем не менее, мы сейчас вот подыскиваем эти станции. Ну, дальше, да, кстати, вот здесь вот не указал еще, значит, очень важный вопрос, который я тоже перед ней цифрой подсвечиваю, сегодня Ирина много проблем назвала, и все правильные, но есть еще одна проблема, федералы не хотят делиться данными, значит, даже для самых других вещей, то есть, вот, и вот Росгидромет, предположим, у которого эти данные лежат, в разном виде, там, что-то в бумагах, что-то в цифре, ну, как бы, приходишь, слушай, мне эта бигдата нужна, я вот хочу моделировать, ну, в общем, как бы, такие деньги серьезные просят за это дело, хотя, вроде, он за государственные деньги работает, и, в общем, здесь вот без федеральной поддержки тоже нам в общем случае решить этот вопрос не удается. Ну, и понятно, что, значит, Минцифр правильно перед нами поставил задачу описать вот алгоритм, по которому действует Росприроднодзор и нашими технологиями, эти алгоритмы уже по большей части описаны, ну, и, как бы, ключевая история, это что, вот, если эта контрольная сеть будет нам сигнализировать о чем-то, то потом выдвигается вот этот вот, не знаю, ОМОН, спецназ, видимо, мобильных дорогих комплексов, они приезжают, все актируют, как бы, уже там, и отправляют в суд. А вот эта сигнальная сеть, она как раз просто подсказывает, куда им поехать надо, работая, как бы, на упреждение вот этих вот вещей. Но самое важное все-таки еще один факт. Вот хорошо мы все мониторим, все понимаем, там, наказываем. На самом деле, ну, важно понимать, что все-таки качество воздуха, оно все равно определяется не сетью мониторинга. И нам надо вот в этот вот торт НД давать обязательно доступ экологическим службам предприятий. Потому что, на самом деле, они решают вопрос, вот нам, там, что-нибудь у нас как-то там, как этот план производства сделает, как донести до своего руководителя. Но очень важно, чтобы экологическая служба предприятия приходила руководителю и говорила, слушай, они все видят. Мы видим, что они видят. Давай-ка все-таки вот в период неблагоприятных, видите, условий, как бы, план график производства, да, там, у тебя там какой-то план сгорит. Но иначе тебе там большой штраф. Там принимаются решения. Очень важно, чтобы информация была доступна в месте приятия решений. Потому что это, как бы, самый правильный вопрос. И вторая история – это про граждан. Значит, люди волнуются, надо, конечно, показывать им информацию. Другое дело, надо тоже это делать осмысленно, не так, как с рутеннием, там, значит, всякие слухи и домыслы. То есть людям должна быть информация доноситься четкая, понятная, которая позволяет им принимать тоже правильные решения. Значит, а не просто, что выброс составил там 100% от нормы. Значит, ну, это плохо или хорошо. То есть 100% от нормы там. Если там, ну, или 100% от обычного, не от нормы, а 100% от обычного состояния там. Ну, вот если обычно стоят там 0, то его, ну, как бы, ну и не страшно. Значит, поэтому вот с этой точки зрения надо эту информацию для людей правильно тоже доносить. Ну, еще раз, мы понимаем, что нам самим этот проект не потянуть, ни политически, ни с точки зрения...